У меня вопрос по поводу жизни. Вы говорили, что нирвана это блаженство, растворяешься и умираешь, а после смерти уже жизнь не мест. Но они же говорят и о реинкарнации. То есть получается опять же это новая жизнь. Смотрите, реинкарнация до того, как ты достигнешь нирваны. То есть есть закон карны. Есть закон карны. То есть ты отвечаешь за грехи, которые ты совершил в премьер жизни. И для того, чтобы очиститься полностью от твоих грехов, ты должен чуде там четыре с чем-то жизнью жить. Притом можешь стать и собакой, и кошкой. Ну, смотри, как ты себя поведешь, тем и станешь следующей жизнью. Притом опять же само сознание не сохраняется. То есть человек не помнит, что раньше, например, родил червиком или раньше он был каким-то другим существом или другим человеком. Он перерождается совсем другим человеком. И от него зависит, если он будет вести правильный образ жизни, будет следить за четырьмя законами Будды. То есть правильные поступки, правильные мысли, правильные действия. Тогда он может вот от этого колдовского круга выбраться и достичь нирваны. И тогда больше не перевоплотиться. Понятно, да? А до того, когда он не дошел до совершенства, он вынужден перевоплощаться, перевоплощаться, перевоплощаться. Понятно, да? То есть вот в чем перевоплощение. Ну, если думаешь, фактически, если два человека друг друга любят в этой жизни, в следующей жизни вся эта любовь исчезает. И люди, как минимум, будут любить других людей, например, если они людьми перерождаться будут, да? Вот. Ну, это все уничтожает, всю нравственность уничтожается, если начинаешь вот думать так, да? По крайней мере, для нашей психологии, для нашего менталитета это неприемлемо. Вот. Для западных людей это неприемлемо. Вот у них в течение тысячелетий это, конечно, как-то вот вошло, когда с ними разговариваешь, они это естественно принимают многие. Но, опять же, многие современные вот восточные люди, сейчас как раз христианство там распространяется широкими шагами. Если Европа отказывается от христианства, и там мусульманская экспансия идет, например, да? На Востоке христианство распространяется огромными шагами. И при том, вот как эти религии, как буддист, так и индуист, у них вот эта умиротворенность, вот этот гуманизм, только до того, как они не прикасаются с христианством. Как к христианству прикасаются, сразу появляется страшный фанатизм до невомерной жестокости. А в индуизме там что? В индуизме там каждый год убивают сотни проповедников христианских. В основном проповеднике пару лет назад живем, хоронили просто во одной индусской деревне. Даже не убили, сказали, если твой Христос воскреснет, то же воскреснешь, просто живем, похоронили. То есть там как раз нетерпимость страшная, именно в индуизме. А чем религия? Ну, религия такая. Во-первых, индуизм это натуральная религия. То есть только индус может быть индуистом. Понятно, да? В индуизме только кришнаизм, который вот это как вышло и начало распространяться. И всячески пытается себе видовать как одна форма из христианства. Они же говорят, Кришна и Христос это аватар Кришны и Христос. Забывая, что все-таки Кришна это существо мифическое, а Христос это существо историческое. То есть Кришна это как сказка. Никто эту Кришну не видел, никаких сведений нет о Кришне. Ну, просто говорили Кришна, Кришна. А Христос это реальный человек, который живет до сих пор в теле. Вот в чем дело. Ну, другое-то уже поведение. Кришна таким озабником был, таким прикольным мужиком. Любил издеваться над женщинами особенно. Вот. И когда Кришна говорит, не понимаете, это аватар Христа. Если сравниваешь моральную жизнь просто, моральный облик Христа и Кришны, они абсолютно разные. Если говорить, Кришна как украл одежды купающихся женщин, а потом заставил их выйти из озера приподнятыми руками. Это, конечно, представлять даже о Христе и не можешь думать. Такое. А они это все принимают и нормально для них. Ну, и другие вещи. У него уже было там 400 этих наложниц. У них всех он говорит, морял за одну ночь. Хотя я говорю Кришна, они говорят, ты не так понимаешь, Кришна там это был, типа, делал какого-то духовного просветления. Никакая разница, в каком состоянии что он делает. Если это так, то... Ну, то есть, Кришна в сравнении с христианством, это несерьезно. Вот. То есть, это единственная форма из индуизма, которая вышла и распространяется в мире. А так, индуизм, это сугубо национальная религия. И там же есть разница каст. И ты не можешь войти в индуизм. Места сказать, знаете, что я хочу стать индуистом. Вот и в юдаизм можешь войти, например, да? Ну, делать гирю, то есть делать обрезание. Стать, например, приверженцем юдаистской религии. Или другие языческие религии. И можешь идти шаманом стать, или учеником шамана в Якутии, например. А вот в индуизме этого нету. Там четкие ограничения. И там есть еще и кастовое разделение. Хотя они это скрывают. Как-то я работал с индусами. Наши клиники обслуживал. Вот здесь, этот йога-центр Кирала. По-моему, недалеко находится. На этих шубаловских какие-то дома. Вот. И постоянно ходили. Когда общаешься, понимаешь, насколько все-таки разные мнения и разные подходы жизни. Ну, 10% были христианами, между прочим. И все больше и больше людей принимают христианство. Ну, потому что кастовое различие, если ты родился в касте неприкасаемых, да? Фактически это люди без прав. Абсолютно. И вынуждены, твои дети тоже должны быть этой кастой. И только в будущей жизни, если ты искупишь свои грехи и будешь хорошим, неприкасаемым человеком здесь, да? Тогда, может быть, без надежды, что в будущей жизни ты родишься в другой касте. Более весутой. А так они не имеют права учиться в одной школе друг к другу. Даже если прикасаешься, к ним ты уже осквернен. То есть человек в другой касте. У них это все сохраняется. Это чисто национальная религия. Люди не могут войти, то есть не может альминей или русский войти сказать, знаете, я могу стать индуистом. Вот. И у них вот этот политеизм, и вот этот кастовая принадлежность, и вот это перерождение, у них это все очень строго соблюдается, эти понятия. Вот буддизм, чем хорош буддизм? Он выбрался от этого. И от каст, и от политеизма, да? Но буддизм не мог найти выход из данной ситуации, потому что у буддизма не было информации о грехопадении и о божественном откровении. Буддист хотел сам своими усилиями выбраться от страданий этой жизни. Чего, конечно, ему не удалось. То есть он отошел. То есть буддист что сделал? Буддист понял, что люди страдают в этой жизни, и нашел лекарство. Но не мог найти причину страдания. Поэтому Будда говорит, если тебе, говорит, втыкнулся стрела откуда-то отпущенная, говорит, ты не думай откуда стрела прилетела, а ты просто должен вытащить стрелу. Понятно, да? Это то есть, если к врачу идет больной, говорит, у меня болит голова, ты сразу даешь, а на деньга и иди отсюда. А не питаешься понять, почему у человека голова болит. То есть здесь же причина, надо причину лечить, а не следствие. Да, вот буддист стал таким. Почему? Потому что причину не знали. На востоке не было знакомства с абрамистическими религиями. Они не знали о грехопадении человека. Вот. И буддии выходили из этой ситуации. Они попытались своими, своими методами решить вопрос. Есть еще опросы? Есть еще вопросы?